Ох их тут, ох их тут сколько, а? Всем привет, это Айс. Сегодня мы продолжаем играть в потрясающую индюшатину Биткоп. Сегодня у нас 13-й рабочий день. Поехали! Церковь Третьего Откровения, день 13. Посмотрим на твой вчерашний улов. Норма по штрафам выполнена. Машины отбуксированы. Отличная работа. Обход завершён. Ты всё сделал верно. Принял правильное решение и во всём разобрался. А что насчёт того поручения, Келли? В общем, ты молодец, Джек, так держать. На сегодня всё. Теперь о главном. Плохой день, босс? Чёрт тебе подери, Макнап. Ты слышал об экстази? Это всё равно, что седьмой круг ада развергся бы под твоими ногами. Слушайте, на улицах полно всякой швали. И в кой-то веке я говорю не про тебя, шипански. Спасибо, босс. Они зовутся церковью Третьего Откровения. Они смекнули, что сегодня у них будет пять минут славы. У них какая-то там секта, и газетчики уже весь мозг выебли вопросами про них. Сатанисты? Нет, но всем завидует реальный фанатик. Избавьтесь от этих плакатов. И прогоните этих отморозков. Всё это часть большой пропагандистской кампании, так что позаботьтесь об этом. Я хочу, чтобы на участке было тихо, как на похоронах налогового комиссара. Так что за работу тупицы. Так, толсикан. У меня ко всем вам есть важный вопрос. Что случилось? Кто забрал мой Космо из сортира? Нахрен тебе Космо? Я заново открываю для себя женскую сущность своей жены. Ха-ха, Космополитен что ли? Но почему в толчке? Я коп, и это единственное место, где у меня есть время на чтение. Сэр, почему вы решили стать копом? Пошёл по стопам отца. Какая прекрасная семейная традиция. А знаешь, почему он решил стать копом? Пошёл по стопам отца? Нет, потому что он хотел засадить всю шушеру. И в этом мораль истории? В том, чтобы вы начали шевелить булками и хоть кто-нибудь... И хоть кого-нибудь бы закрыли. По-моему я прокликнул. Всех пойманных на сегодня нарушителей я посвящу вашему бате-босс. Ладно, бездельники, марш на улицу. Чего уставился, Кортес? Краус? Чего? Могу я поспать у тебя на диване сегодня? Да пошёл ты! Нет, я серьёзно. Вчера кто-то пристрелил моего соседа. Мои соболезни. Да хер с ними. Следственная группа мне спать не даёт. Всё равно нет. Черт. Черт, почему меня никто не разбудил? Ну ты так сладко спал. Макнап. Я что, похож на большую птицу? Это что, вопрос с подвохом? Я похож на большую птицу, Макнап? Нет, сэр. Верно, у нас ведь тут не улица Сезам, так? Так, сэр. А чего нет на улице Сезам? Преступности, сэр. В яблочко, Келли. А где полно беспорядков? В Нью-Йорке, сэр. Так какого хера вы всё ещё здесь сидите, ублюдки? Марш на улицу. Паршиво выглядит, Келли. Знаешь, что делать? Уж с плакатами-то ты справишься. Присматривай за теми сектантами. Они могут быть опасными. Если начнётся движуха, сразу вызывай наряд. Да, я справлюсь. Ну блин, сектанты поехавшие ребята, поэтому надо будет реально смотреть в оба. Келли, есть минутка? Может быть, есть что-то для меня? Да ничего серьёзного, надо проверить одного из наших. Поможешь? Да. Чем я могу помочь? Это по... Чего? По воду? По поводу, наверное. Альфонс, одного из наших. Мы подозреваем, что он работает с баклажанами. Стоит только обмолвиться, и пуля в лоб ему гарантирована. Но мы хотим знать наверняка. Обыщи его тачку. Чёрный Кадиллак. Он живёт в 605-м и паркуется там же, неподалёку. Объявится около 10. Идёт. Что-то ещё? Если что-то найдёшь, неси мне. Буду ждать в 4. Понятно, около хот-догов. Так, поймите, Клуи. Мёкар, амиго! Почему мы не можем поладить? Потому что таким, как я, нельзя доверять. Иногда лучше просто отвернуться. Мы ведь о многом-то и не просим. Я и так уже почти слепой. О, тогда забудем об этом. Могу я вам что-нибудь предложить? Давайте поедим. Сектанты около мастерской Матиаса. Погнали. Мистер Келли! Есть минутка. Вообще-то нету. Не видишь, что тут творится. Весь день гоняю ебучих сектантов. Мне нужна услуга. Помните наш уговор? Конечно. Сможем завтра обсудить? Это срочно. Но раз уж такая дичь творится, я могу и подождать. Зайдите завтра, прямо с утра. Да без проблем. Время пришло. Уёбывай отсюда, мразь. Побежали. Обыскивать кодилак. Обыскать машину. Опачки. Мы тут кое-что нашли. Опачки. Бинго! Блокнот обновлён. Макароник всё знал. Походу в свёрке на наркота. Доложить. Воздержаться. Отнесу мафии. Офицер. Офицер. На каких основываниях был произведён опыск? Где ордер? Я такое нашёл, что никаких ордеров мне не нужны. Чтобы... Я такое нашёл, что никакой ордер не спасёт твой зад. Я заплачу. Я знаю, что с этим... За этим стоит семья. Могу заплатить 100 баксов. Отказаться, чувак. Не, ничего о тебе не надо. Мы оба знаем, что тебе крышка. Я сдамся властям. Они включат меня в программу защиты свидетелей. Удачи. Офицер, что такое? Загляни в ломбард. Энджи объявилась. Хорошо, дай-ка мне минутку. Офицер. Ты нам нужен в ломбарде. Какой-то чувак, лейтенант, проводит обыск. Он может найти кое-что, что мы не успели спрятать. Это может всем нам навредить. Помочь. Есть план. Он приехал на черном Кадиллаке. Припарковался прямо перед ломбардом. Арестуй его или тачку эвакуируй. Что угодно. Нужно приостановить обыск. Давай проваливай отсюда. В чем дело, мужик? Зачем ты так со мной? Веди себя хорошо. И не будет никаких проблем. Проблемы бывают у слабых. Запомни это. Ты мне угрожаешь? Не угрожаю, обещаю. Так, что-то я не понял. Я же помог. Черт, этот мужик вот-вот спросит про тачку. Где моя машина? Ты отогнал мою машину, придурок? Она была в плохом состоянии. Резина, ну, в общем, подстерлась. И разбитая фара. Ты заплатишь, ублюдок. А теперь проваливай с глаз моих. Мне нужно вызвать такси. Шеф, Энджи здесь. Я хотел бы поговорить с ней наедине. Да ты издеваешься? Ну, типа того. Энджи, объясни мне, что происходит. Мне страшно. Они убьют меня, как Лестера. Кто? У меня только догадки. И? Помнишь тот взлом в доме сенатора? Да, такой не забудешь. Именно. Их там было двое. Кен, от которого ты грохнул. И Террас Терренс. Мой парень. Мой парень, он сказал, если бы их там было двое, то я бы грохнул двоих. Не смешно. Терренс свалил с каким-то ценным дерьмом. Забрал их из сейфа. Бриллианты? Да, но это не все. А что еще? Видеокассета. Кто-то убивает людей из-за видеокассеты? Бред какой-то. Та кассета дороже камней. Запись может запросто потопить сенатора. Понятно. Вот что они ищут. Это многое объясняет. Они хотят ее вернуть. И они догадались, что мы в этом замешаны. Кто вы? Лестер? Терренс? Я? А вы-то тут при чем? Терренс, потому что он ее спиздил. Лестер, потому что он все знал. Отлично. Где кассета? Не знаю, может у Терренса. Но он свалил. А, не дергайся, из-под земли достанем этого отморозка. Полегче. На улицах и без того хватает жмуриков. Если кассета где-то всплывет, дашь мне знать, ладно? Или что? Может оказаться, что это тебе не по зубам. Может окажется, что это тебе не по зубам. Я совсем разберусь. Посмотрим, мы с легавым дел не ведем. Посмотрим, мы с легавыми дел не ведем. Слушай, дай мне похуй. Это тебе не игрушки, понятно? Увидимся через два дня. Я буду у друзей. Дом 633, квартира 7. А что с бриллиантами? Да кому нахер сдались какие-то побрякушки? Как пить дать? Терренс уже продал их кому-нибудь, какой-нибудь барыге. Дела плохие, тебе нужно залечь на дно. Но это ты тут гордо расхаживаешь по улицам. Со своими квитанциями и пукалкой для воробьев. Да-да-да, а еще у меня член не такой длинный, как у тебя. Сектанту 601. Понял. Нам поступил звонок. А все же плохие дела, совсем плохие. Что случилось? Кто эта девочка? Мэгги. Мэгги. Она дочь одного из прихожан. Его уже пару недель не видели в церкви. Расскажи мне, почему ты плачешь? Хнычит. Он хочет убу-бубу. Чего он хочет, золото? Убить себя. Святая Троица. Господи Иисусе. Давай помолимся. Дела плохие, очень плохие. Черт, соберитесь уже, святой отец. О ком ты говоришь, девочка? О папе? Да, я слышала, как он сказал дяде. Дядя, дядя, кто, кто это? Кто в этом участвует? Да, они все время об этом говорят. Они говорили, что там много друзей, которые ждут. И что они готовы. И что они возьмут меня с собой. О боже, бедный ребенок. И правда, плохие дела. Сладкая, скажи, а где я могу их найти? Дядя живет над аптекой. А как его зовут? Льюис. Льюис Хэмильтон, наверное. А ты где живешь, скажи мне? Мы живем в 609-м. Доме квартиры 3. Пожалуйста, спасите папу. Он был одет. Вдруг уже ушел из дома. Пресвятая Дева Мария, святая троица. Ты спашь наши задницы, Джек. Вот, держи, 100 баксов заработал. Посмотрим, откроет ли кто-нибудь. Тишина. Кто-то идет. Ну, так. Похоже на сектантов. Должно быть, это отец с малышки Мэгги. Так, погодите. Это вот это вот, что ли? Ох, их тут, ох, их тут сколько, а? Проследить за сектантами. Давайте проследим. Ну, я думаю, они как раз пойдут к Льюису. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Почему они меня черным подсвечиваются? Полиция, откройте. Я иду наверх. Что-то случилось? Что-то происходит за дверью. Может, стоит подождать? Все здесь. Так, преклоните колени. Мы долго готовились к этому дню. Я дал вам всем. Я дал вам жизнь. Теперь вы вернете мне самое ценное. Блядь, становится жарковато. Открыть дверь. Закрыто. Придется ломать. Примите это от меня. Каждый. Поднимите руки и ждите знака. Выломать дверь, короче. Нужно подкрепление. Я захожу. Звук ломающейся двери. Полиция. Всем на пол. Я сказал, на пол, сука, блядь. Вы арестованы. Всем оставаться на своих местах. Подкрепление уже в пути. Еее. Как обыск? Нашел что-нибудь? Я нашел сверток в багажнике. Мы точно знаем, что он работает с обезьянами. Боюсь, есть кое-что еще. Он застукал меня во время обыска и устроил истерику. Все должно было пройти без шума и пыли. А, неважно. Теперь он никуда не денется. Вот, держи. Мы у тебя в долгу. Еее, бро. Рабочий день закончен. Ну что ж, возвращаемся домой тогда. Ну все отлично. Вот так заканчивается наш очередной рабочий день. Если видео вам понравилось, друзья, ставьте лайк. Оставляйте свой комментарий. А еще лучше подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok